Мы на месте. Мы приветствуем Агнесу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Нам доверят. Даю команду на счет 3. Скеннер сканирует пространство над головой Агнесы под ногами 360 градусов вокруг нее. Скеннер сканирует все 7 тонких тел Агнесы, находит все. У нее арахноид, большой арахноид и хаутины много в голове висит. Дальше? Дальше синий дракон, инсектоид, инкуб, демон с воронкой. Вот. Какой у нас демон? 12, воронка 14, больше никого. Ну что же. Начинаем с реверса энергии. Все знают, где они находятся. В процессе работы я буду задавать вопросы. Вы будете на них отвечать. Кто не будет отвечать, будет наказан. Даю команду тонкой копии Агнесы спроицировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэбрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоэбрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Агнесе. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? 23 года. 23 года. А чем объяснить такую любовь, привязанность к этому биороботу, к этим тонким телам? Ты 23 года? Синхронизирован. Синхронизирован. Это не проблема. Это мы за 3 секунды решаем. Синий дракон, какие цифры над головой? 17,40. Сколько ты находился в этом биополе? 2,5 года. Инсектуэт. Сколько у тебя инкубатора в этом биополе? 1. Сколько ты находишься в этом биополе? 1,5 года. Инкуб, сколько ты находишься в этом биополе? 5 лет. И демон с воронкой. Сколько ты находишься в этом биополе? 3 года он подсел. Следующий вопрос. Кто из вас присутствует в квартире, Агнес, и мы ее сегодня чистим? Все задумались. Арахноид, синий дракон, демон, вы присутствуете в квартире? Присутствует. Все трое? Да. Понятно. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Агнесса забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Агнесса себе обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Усилив потоки в 50 раз. Кто из вас влиял на ее волю? Кто подавлял силу воли? Демон. Не только он. Ну так расскажите, я жду. В общем, демон этой воронкой стягивал все энергии, которые ему нужны. Но нужны ему энергии именно не то, что темные, а усталость физически. Хорошо, кто я доводил до физической усталости? Демон воронкой. И потом собирал через эту воронку, да? Демон собирал через воронку. Физическую энергию. Кто из вас пришел от клиента, с которыми она работает? Есть таковые? Никто. Не пускали никого от клиента. Демон собирал, а с клиента тоже. То есть, когда человек отработал, вернее, когда пришел к ней на сеанс, она поработала, и клиент уходит, он уходит уже без сил тоже, да? Он уходит без сил тоже. Хорошо. Контракт у тебя есть, демон, на эти действия? Нет. Есть у тебя какое-то объяснение этому воздействию? Что тебя притянуло? Энергии. Много энергии. Не с нее, так с клиента. Всегда есть от кого поживиться. Как у нас с реверсом, Вера? Плюс негативом. Закончусь. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы, в порядке реверса. Агнесса забирает всю чистую, светлую и божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. У нее в квартире присутствует какая-то лень, ничего не хочется делать. Чья это работа? Энергии там такие. В квартире? Да. Хорошо. У нее очень много накопленных энергий, чужих, плотных. И они, легкости нету там. Зависли там. Понятно. Реверс закончился. Хорошо. С квартиры тоже надо убирать все эти вещи. Итак. Реверс у нас закончился. Начинаем тогда с инкуба. Инкуб, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью, возвращайся назад. Инкуб с нее как оболочку такую снимает. Прозрачную. Мы знаем, что это за оболочка. Ты ее делал невидимым для чужого пола? Для другого пола? Непривлекательный. Непривлекательный. Что видели мужчины, когда смотрели на нее с этой оболочкой? Эту оболочку вы видели, шар. Только шар видели. Круглый шар. Понятно. Хорошо. Все снял. Инсектуэт. Выходи, вытаскивай свой инкубатор, отключайся полностью, возвращайся назад. Доклады о готовности к проверке. Приступай. Готово. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. У него сердце, третий глаз. Как ты воздействовал на нее через свои платы, Синий дракон? Синий дракон слушал. Слушал ее сердце и смотрел ее телепатические возможности. Ее интерес к развитию. В этих двух тракрах он обитал. Все снял. И тормозил это развитие, да, Синий дракон? Нет, тормозить развитие – это приграждать энергии, а энергии ему нужны эти, поэтому он не мешал развитию. Хорошо. Но и не содействовал. Ты еще скажешь, ты энергиями не питался от нее. Питался, он уже сказал, ему нужны энергии. Арахноид, твоя очередь, выходи, 23 года, вытаскивай паутину, иголки, все, что ты оставил в ее биополе, доставай. Ничего не забывай, докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проведена скэнером в несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит по каналу. Я вас предупредил. У нее в головы свисают паутины, под темечком, по кругу, везде, по всему телу. Вот твоя рассказа Арахноид, как ты влиял на ее тонкие тела, на ее физическое состояние, как она себя чувствовала, 23 года с твоим присутствием. Что это было? Она показывает, вот эти паутины, они внутри не как каша, а как наполнено, но между ними есть просветление. То есть у нее были какие-то просветления, потом опять серость уходила, паутины вот эти. Мигрень, головные боли были? У нее тупость в голове была. Тупость. Ступор. Ну, ступор, это в принципе, вот это как раз и есть состояние Арахноида, когда он находится. Все снял. Хорошо. Так, все-все, демон остался. Демон, скажи мне, где находится лярва в ее биополе? У меня с живота есть лярва. Руки. Руки. Хорошо, выходи, снимай все, что ты оставил в ее биополе, на месте доложи, что ты все снял. Ты хочешь получить эти лярвы? Да. Хорошо, снимай сначала все свое. Ну, у него к рукам есть привязки, нитки, а так больше ничего нет. Но через руки она работает руками, поэтому они черные. Снял он все. Хорошо. Разрешайте забрать лярвы, забирай. Ничего не оставляй, возвращайся назад. Готово. Я даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы к интерферентам. Значит, 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, каналы улетают на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Демон, хочешь получить эмоциональный фантом? Да. Значит, тогда расскажешь мне сейчас о первопричинах, из чего все вытекает. Я буду перечислять частоты. И когда все это выйдет, я у тебя спрошу, и ты мне скажешь эти первопричины. Все понятно? Понятно. Выходит эмоциональный фантом Агнесы, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкое аббрационное эмоциональное энергии, резгенерированное, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Но не уставший такой фантом вышел. Какого цвета? Серый. Серый. Сворачивай все энергии в шар. Демон забираешь? Забираю. Отправляю демона. Слушаю тебя. Что тут сказать? Мягкая она. Имеешь в виду характер? Характер. Внутренняя пустота у нее есть. Поддержать ее некому. Уверенность дать. Поэтому и сомнения внутри постоянные. Пустоту открывают. Пустота разрастается. А вместе с ней неуверенность. Защищаться не умеет. Ляпает грязные энергии. Чужие облепляет себя. Она не то, что не страдает. Она их накапливает. А убирать не умеет. Я же говорю, защищаться не умеет. Нет защиты. Значит, приходи кто хочешь, бери что хочешь. Хорошо, демон. Мне понятно в общих чертах. Не про это говорил. От чужих энергий не умеет защищаться. Я понял, что от чужих энергий она не умеет защищаться. Работая с людьми, нужно уметь выставлять себе защиты, чтобы не нацеплять на себя их болячки, их проблемы, их сущности. Энергии грязные. И их грязные энергии. Все верно. Хорошо. Демон, я сегодня буду чистить еще квартиру. Ты мне скажи, ты один там находишься или еще кто-то есть? Черт есть. Хорошо. Ты мне покажешь или черт покажет все порталы в этой квартире после того, как вы все соберете вместе с ним. И потом я соберу весь негатив в этой квартире. Я думаю, он тебе очень интересен. Я дам тебе в дорогу вместе с чертом. Могу поделить. Согласен. Хорошо. Значит, сейчас открываются два портала в квартиру Агнессы. Один, два, три. В один портал уходит Арахноид и Синий Дракон. В другой портал уходит Демон. Закрывай, опечатай, растворяй оба портала. Они собирают все, что они оставили. В этой квартире дожидается нас. Готов. Хорошо. Инсектоид готов уходить? Да, готов. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Один, два, три. Инсектоид забирает все, что принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готов. Хорошо. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Один, два, три. Инкуб забирает все, что принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готов. Клетка должна быть пустая. Пустая. Хорошо. Поехали по частотам. Хорошо, Агнесса. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Насыщенно очень энергиями. Я вижу их со всех сторон, как лучи выходят из меня. Очень энергично чувствую. Разные, я бы сказала, вкусы у этой энергии. У каждой своя. Очень нравится состояние. Отлично. Нужно время, чтобы понять каждую страну. Хорошо, я подведу еще итог. Не забывайте каждый вечер после работы или вообще вечером сбрасывать весь негатив. Как вы его сбрасываете? Выдавливанием. Как мы показали в этом сеансе. И утром заправляйтесь энергиями и поднимайте все вибрации до этих уровней, которые мы вам сегодня озвучили в этой чистке. Тогда вы будете чистая. И своим намерением вы еще должны в связи с вашей работой выставлять себе защиты. Для этого вам понадобится чуть больше. Знаний. Сначала разберитесь со своими энергиями, прочувствуйте их. И когда вы научитесь это делать, тогда вы можете изнутри выставлять себе защиту от любого чужеродного воздействия негативного. Хорошо. Благодарю за информацию. Во благо. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Агнессы в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо. Отключаемся от объекта. Продолжение следует. Продолжение следует.